Здравствуйте, друзья! Сегодня выглянуло такое по-настоящему весеннее солнышко, которого все так долго ждали, и я тоже его ждал. И вот такие весенние солнечные дни. Захотелось что-то поснимать, и я был на заливе, поснимал храм Успения Пресвятой Богородицы, с которым я и хочу познакомить своих друзей, подписчиков. Так вот, храм Успения Пресвятой Богородицы, он стоит в исторической части города, украшая Чебоксарский залив, и, думаю, условно его можно назвать такой визитной карточкой города, потому что самое красивое место в нашем городе – это Чебоксарский залив, а на заливе, помимо прочих архитектурных исторических сооружений, стоит этот аккуратный храм. Но, надо сказать, что он не всегда был таким небольшим, аккуратным, изначально он был очень большим, и даже больше нашего Веденского собора. Храм был построен в 1763 году, это год, когда Екатерина II издает манифест о дозволении всем иностранцам в Россию, въезжающим поселяться, в которых губерниях они пожелают, и о даровании им в правах, что стимулировало миграцию немцев в Россию. И ей, кстати, недалеко от храма недавно поставили памятник, видимо, это связано с ее посещением Чебоксар во время такого августейшего путешествия по Волге вместе со Светой, но моему скудоумию не понять причину появления такого памятника, бюста самодержится, но это никак не относится к предмету нашего обсуждения. Так вот, храм, он был именно такой, как сейчас мы видим на фотографии до советских времен, с большим количеством пристроек, пределов, колокольней, при том, что новые постройки, они пристраивались вплоть до XIX века, именно колокольня, она была построена в конце XIX века, но в советское время колокольня начала выполнять функции пожарной каланчи, разделив участь со многими колокольнями того времени, еще бывало, колокольня служила как парашютная вышка, и ни на что другой фантазии рабочей крестьянской власти не хватало. Видимо, поняв это и продолжая испытывать на себе такое влияние религиозной пропаганды, даже от молчаливой колокольни, даже в виде пожарной каланчи, ее взрывали, и эта участь также она постигла большинство колоколен России, равно как и колокольни этого храма. С колокольни разрушили и соседствующие пристрои храм, который без колокольни был похож на такой обрубок, использовали под краеведческий музей, и в этом, можно сказать, храму еще повезло, краеведческий музей. На фото вы видите, что храм высокий, двухэтажный, но суждено было нижнему этажу войти в землю. В 70-е годы, когда строили Чебоксарскую ГЭС, храм попал в зону затопления, и чтобы его спасти от полного разрушения, первый этаж с теплым храмом во имя Бориса и Глеба был засыпан песком и забетонирован. И только в 95-м году началось строительство такой транспортно-пешеходной дамбы, которая проходила через залив рядом с Успенской церковью и соединяла возрождаемую историческую часть города с новостройками. Эта дорога получила название «Дорога-храм». К сожалению, во время съемки храм был закрыт, поэтому не удалось показать внутреннее убранство, но я думаю, что когда будет получше, покрасивее погода, когда не будет таких не очень эстетичных проталин, я еще раз поснимаю этот красивый храм и снимаю уже внутри иконы убранства храма. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»